Судьба Королевский попасть из Малмартра Он дал Круголя через Яву Суматру Унесся за душу о шествии тенек Куда-то не жжел, дуга-то академий Он преодолел тикотение земное Рецы гагатали за кружкой бюджет Прямая, короче, араба, круче Не лучше скипировать в райские гущи А он уносил сороки тревущие Сквозь ветер срывающий балды и уши И в Лувр он попал И сквозь главный порог Праболой гневно пробив потолок Идут к своим правдам По-разному и рапам Червяк через щель Человек по парам рапами Андрей Вознесенский Один из курира в 60-х годов и 20-го века Этический голос в эпохе Поэт, публицист, прозарий Драматург, архитектор, художник Андрей Андреевич Вознесенский Родился в Москве 12 мая 1933 года Его отец Андрей Николаевич Вознесенский Инженер Участник строительства крупнейших Гидроэлектростанций Гидроэлектростанций Драматург Андрея Андреевича Андрей Палисадов был от Мадридов Настоятель Благовещенского Ургутского собора на посаде Мать Артемина Сергеевна Вознесенская Урожденная Пастущихина Из Владимирской области Здесь часть своего детства Провела будущий поэт Война катилась в Москве Восьдесятки эвакуировались Как и десятки тысяч других Московских семей Отца командируют Блокат на Ленинград Артемина Сергеевна Из Детей Николаевна Моё первое стихотворение Так поднесл свой рассказ О детстве фанцы Андрей Андреевич Олеген Гордейцы Сейчас метели Пора бежать Через пустыню Ребята играли в детства Судили партизан В партизанке была дворняжка Вернее, щенок черный, что рыжий подпалив Путяк штыкался мордой в руки своих мучителей Не понимая плачевности своего положения Пацаны! Давайте я за веревкой бегу И мы её вздёрнем У, гадина! Комсомолка проклятая Где Сталин? Отвечай, патрик Отвечай, ты нас вздёрнем Чего говоришь? Не скажешь ничего? Говоришь, Сталин придёт всех Нас вздёрнет? У, гадина! Ведь я не замудохаю, щенка Повесятся, точно повесят На неё это точно принято А тебе чё надо, фулероны? Пацаны, махнёмся Щенка на луку Моё заветное сокровище За собачьи Как за горе и родители И чем очень-очень Я прожрал себя к нему Позвали её джульбой Она провожала меня в школу Ждала после урока Повещала отборовые шпаны Другой прятал её под кроватью И мы засыпались С этой части к нему Но однажды отец объявил, что завтра мы едем в Москву От джульбой Хорошо, не переживай Мы возьмём её с собой Открываем грузовую погоду Вместе с лошадью Товарищ Варенбург У нас вот собака Нам её в Москву надо увезти Вы что, совсем очумели? Она же лошадей покусает Убирайте свою шампу Поехали Ждульба Помнишь тот день на станции Куда на верёвке тебя привели? Трудно было расстаться нам В этой серой курганской пыли Ждульба, помнишь, когда в отчаянии Проклиная в Оренбурге, что есть силы Клялся тебе хозяин Не забыть тебя до могилы? Это было первое приказнение в моей жизни И первое в моей жизни в стихии Вскоре я получу письмо из пункта И в первых строках сообщат о том Что Джульба, пунктоз бессил Кибель, не ест, воин Всё ищет мальчика Если бы меня спросили, кто испытал Вашебетство помимо дома Я бы ответил Горг и Пастернах Пастернах и двор Но встреча с Пастернахом ещё впереди И двор, между прочим, тоже как-то поспособствует их встрече Вознесенские вернули свою коммуналку в замоскворечник Недалеко от Большой Серпуховки Квартира на строке над корпусом, предлежавшей бывшему заводу А что касается двора, двор был вполне хулигантский Счастливые дворы детства Счастливые одинаковые Довольство легальницы Каждый из них на свой лагерь Но могу я, собственно, не справочник Могут моих исследований на века Но, одновременно, все правильные счастливы нарушили Но принесли на вечеринку Торгой организации по отпускам другой Монячий Не проста, а по прочим А то, что я провал в истории Вознесенский ребенок Ужего обсуждать вместе с ним И сам Пастернах Ну и опять же какая-то пьет Упражнялись в стрельбе Через подкладку пальцов в подъезде Дойти оружие в послевоенный год Мальчишкам было несложно Или вот еще один Аттракцион Открыв шахту лифта Я беру в руки варежки Где тряпкой Скользили вниз шестого этажа С окрученным и стальному тротуару И никто не разбивался Приеду в милицию Закатали макромоварных подложек Понимаете, вам все особо Ах, детская душа Ботенка Кто знает, сколько раз Андрюша Примерял на себя все подвиги дворов И ничего Возможно, пробовал бы сам Но, увы или к счастью Приеду этих лет, как с дворечиц, вспомнит Что был Вознесенский Все же слишком замкнутым и воспитанным Чтобы ходить на лихие дела Андрюша Хватит по жизни сполна И своих дыхать вверх Сына славы высока Среди всех дворовых хулиганов Он окажется самым отчаивным Нет, не в полетах Мисс Патросулитка В полетах вверх В завихрении поэзии Но в квартире по соседству с ним Жил сын сапожника Виктор Ярыш Его поэт назовет первым служителем мус С которым его свела судьба Андрей Посмотри вот Классики В газете Патросулитка Все говорят, что очень хорошо На Есенина похоже Пойдем вчера на вечер Пастернака В полетах низкий удивлялся Люди ничего не понимают в поезде Нашли себе кумира Я лично его Не донюблю его Люди-ка Останавливайся на бюджет И пятиклассник Андрей Залпом прочитал до конца С потрясенной первой же строкой Нас время валуют победы Сосед же Продолжал ворчать Мудрец Мудрец Немножко пустом И Вознесенский выбежал Не попрощавшись И перестал ходить А потом на чердак Вечное место Сборящее его с друзьями Одноклассник жили Но не нас первой Для Вознесенского Зеленую книгу Пострадали И возникающий Форточный рамень Тух сквозняка Цеплывающий плавен Свечка за свечкой Явственно вслух Этого ворота Весный цитат Шапок Разбор Борис Борис Воскресенье В брус следующего дня Я четко стал Что он должен был ему написать Взял тетрадь в линейку И вывел Милый Борис Воскресенье Я почек Воложаю Ваш Воскресенье Тебя просто не знал Где ты Отцепеневшую Родители Уставились на меня И никому не сказавшись Я отправил ему письмо И стихи Это был первый решительный поступок Определившим И вот он отозвался И приглашали меня к себе На два часа Воскресенье Стоял, ребята Я пришел к серому дому на вопрос Понятно, за час Подождал Поднялся лифтом на темную площадку Моисмого этажа И на дно Доставалось Воскресенье За дверью Услыхали Продолжение Перед Продолжение Показалось Кезд В нищий простор И улеток Моррег Моррег Выдрастное Фото Моррегонского И кинь жалости Волгар Уважалось Мое ученчество Тетрадь Произвольное Просторное Волно Ужаса И обожания Прошла Он начал В середине Вы знаете Художник По сути Оптимистичен Оптимистична Сама сущность Творчества Даже если Пишешь вещи Трагические Писать Нужно Сильно А уныние И размазня Не рождают Произвольные Силы Здравствуйте Я прочитал Ваши стихи Это Хорошая стихи С этого Пятых Жизнь Моя Решилась А влюа Волшебный Смысль И предназначение Его новые стихи Телефонные Разговоры Воскресные Беседы У него Зубья Четырех Врагу Без счастья Перебят Чем он откликнулся Он был Он был один Один Актика Устан Ему хотелось Искрыть Чистоты Отношений Хотелось Вырваться Из друга И все же Не только Это даже Не дружба Льва С собачкой Скорее Льва С щелков Может Он любил Во мне себя Прибежавшего Еще в школе Спасибо Борис Леонидович Сегодня В литературной газете Стихи Вознесенского Я вам принесла Пойдем Посмотрим Спасибо Хорошие стихи Андрюша мне их показывал Он очень способный И в нем есть Хорошая мальчишеская смелость Он сможет занять Одно из первых мест В литературе Борис Леонидович Вы Борис Пожалуйста Приследуй Снег Беспокоен Снег Бестолков Под метрополием Стук Каблуков Правда Хорошо Спасибо Что вы мне показали Газеты Я сегодня Как раз Пойду звонить Заодно Позвоню Андрюше И поздравляю Мальчик Привет Он что-то значит В моем существовании Он какая-то спица В колеснице Моей судьбы Андрюша То, что вы так Тонкие одарены То, что ваше понимание Вековой преемственности Счастья Называется искусством Ваши вкус Ваши мысли Ваши движения И пожелания Так часто совпадают С моими Большая радость И поддержка мне Верю в вас И ваше будущее Служба с Пастернаком Оказала Очень сильное влияние На своего поэта И продолжалась На последних дней После смерти Борисия Нейдовича В ящике В рабочем столе Была обнаружена тетрадь На которой написано Андрюша на стихе А на полях Остались заметки Которые он делал Вознесенский Бережил своего Учителя и наставника На 50 лет и 2 дня Два раза в год В день рождения 6 февраля И в день его смерти 10 мая Он непременно вещал Дачу Лариса Простойна Художники уходят Без шапок Будто в храм В гудящие угодья Березам И туман Побеги Победы Уходы Как восход К полянам И планетам Отложенных по завод Леса Роняют кроны Но мощь над землей Ворочаются корни Корявой ветерней В середине 50-х После института Андрей Вознесенский Моклассов Вознесенский Знакомые устроили Вознесенскому аудиенцию Петра Давида Самойлова Набившего руку На доходных переводах С народа ПСССР Самойлов Присывал гостю Четкие перспективы Переводите с одного языка Скажем, с киргизского Лет через десять Вы будете известны Как специалист по киргизской поэзии Потом воспримут Союз писателей Литературу входит медленно Десятилетия У меня нет столько времени Через год Я буду самым знаменитым Поэтом России Его вхождение в поэзию Было фантастически ярким Быстро У нас любят говорить Вознесенский ворвался Как метеор Растолкал Не успевших опомниться старше Конечно Наивно думать Что можно растолкать Плотнями Ахматов Пастернак Твардовск Да еще годы Любви и уважения к ним Первые стихи поэта Сразу отобразившего Своеобразный стиль Были опубликованы В 1958 году Валерика отличалась Экстравокатностью Сравнений и метафор Сложностью ритмической системы И звуковыми эффектами Начиная с поэмы Мастера Написанной В 1959 году Поэзия Вознесенского Стремительно врывается В поэтическое Пространство Современности Получив признание Миллионов читателей Это был прорыв Нового поколения Писателей Поэтов и читателей Поступила эпоха Жестенецятников Эпоха свободы Мысли и творчества В поэтических вечерах Политбургский музей Стали собрать Полные залы Поэты Привлекали Многотысячную Аудиторию На стадион Стали кумирами Миллионов Одним из первых В этой замечательной Виалии Стал Андрей Андреевич Вознесенский Каждый Его нового Субтитра От Высший Судь мой Коммунистический Змёт Товарищ Политехнический Политехнический Моя Россия Ты Очень Бежен И Добр Как Бог Лишь Моя Курство Низь В 1960 году Вышли Первые Сборники Стихов Поэтов Первый Мозаика Был из Зава Владимир И сразу Навлёк На себя Гнев Властей Второй Сборник Парабола Уже Вышел В Москве И сразу Стал Библиографической Редкостью Одно из лучших Сихотворений Вознесенского Этого Периода Под названием Гоя Которая Нестандартно Отразила Трагедию Великой Отечественной Войны Было Обвинено Пармалец Войны Городов Головки Пармалец Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так вот, там сообщается о том факте В этом году вышла книга Анатолия Сафонов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подолк! 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 Грустный поэт, зачем мне было выезжать? Как? Как вы это вынесли? У любого вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Вы могли бы упасть на колени, запросить пощадок, и это было бы простительно. Помню, как в тумане прослушали этот оплат. Не помню, о чем он говорил. Странно, что, несмотря на переживания, я не испытываю обязанности. Я долго не мог бы раздумать, как в одном человеке сочетались и добрые надежды шестидесят, и мощный замах преобразования, и тормоза старого мышления. Капец, какая самая. Но я никогда не забывал того, что Хрущев сделал для страны. Освободил людей. Помню, как прошел я через заживленно вкусно покушавшую толку. Тяжелее всего было видеть не торжествующие рожи волны, а воскользающие улыбки приятеля, плящие глаза, будто не узнающие тебя. Но вокруг меня сразу образовывалось пустое место. Ретендент Петров. Неужели в современной России даже на месте древней Суздальской Руси не разглядело ничего, кроме тетки в кальсонах, снегов и святых? Критик Лисовский. А где мог увидеть автор белых рыбин величиной с турбинной? Самая крупная рыба в сибирских репах? Это осеток. Но он никогда не был белым. Поэт Передреев. Самый коварный его прием – ошарашивающая метафора. Читая Вознесенского, я представляю себя нищего, который, войдя в вагон трамвая, начинает дико выть с неподвижно перекошенным уртом. Поэт Прокофьев. Да, но я тоже не понимаю Вознесенского, и поэтому протестую. Такой без идейности наша лидература не терпела и терпеть не может. Здравствуйте. Вы не знаете меня. Желаю. По стране началась кампания про работу и разоблачение. Вознесенский решил всякий случай не появляться в Москве. Китаясь по стране, где всегда находились его почитатели. Для Андрея Вознесенского события, случившиеся в Кремле и последующие опалы, стали началом нового этапа, когда он решил, казалось бы, несовместимые задачи. Оставаясь в несвободной стране, сохранить дар и свободу выхода к широкой читательской аудитории, не поступаясь при этом своим мировоззрением. Эти задачи он реализовал чисто художественными средствами, показав, что танзура бессильна против поэзии. Несмотря на временные трудности, произведения Вознесенского продолжали печататься большими тиражами и быстро раскупались читателями. Я была счастлива в Кремле. Вместе с мужем мы дружно воспитывали сын. В момент знакомства с Вознесенским я уже состоялась в Кремле. Успешно литературно критик и драматуре. Автор не зубит. Меня привычно боль не собиралась, да и было не из тех, и думая, что все преждает кучей из трестей. Так что, поначалу, оно обоих не было никакого дела. Совсем иначе все обстояло со мной. С первого взгляда на нее я понял. Только зубит. Моя судьба. Моя мужа. Мое счастье. Мое спасибо. Я стал буквально обрывать замками ее телефона. Когда не помогло это, стал любимым способом пытаться встретиться с ним. Хоть на минутку увидеть. Эти действия вызвали противоповодные. Свои не только игнорируют меня, но и стараются не быть там, где наши пути могли не пересечь. Но, как говорится, случай решается. Особенно сочетание с безумным постучи. Особенно, если это касается жизни, настоящего поэта. Я вместе с сыном отдаю на степлоходное путешествие по Волге. На одной из остановок заместитель капитана подошел ко мне, держа там как огромные руки. От товарища Вознесенского. Я не поняла об этом. Крепчу взяла за руку с сыном и пошла на паузу. Каково же было не только мое удивление, но и удивление всех остальных туристов, когда это стало повторяться на каждой станции. Да еще и о каждом подарке. Объявлялся тот бодрый голос из радиоорудки, обязательно указываю на то, кому именно ты обозначался букет. Мне нельзя было даже выйти из каюты. Настолько это была тотальная атака. А на причале культурозаводства меня встречал Андрей Андреевич. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я пою в нашем городке, Каждый день в шумной тесноте. Ты, или мне, Не запрячь, Не спрячь в уголке, Подберу звук к тебе, Подберу звук вода. Подберу мою звук к лицу, Подберу мою звук к словам, Что теперь жизнь под воду мою. Все равно, что жизнь под воду мою. Но ты куда мнуешь, Все равно, все равно. Спустя какое-то время, Они договорились о встрече. Через пару недель, Зоя против Толкова Андрея, Пишет в Зак спрошение о Ростове. Светлась, шестом абсолютной победы, Аплодировала себе и влюбленную. Зоя Богуславская, серьезная, принципиальная, Безкомпромиссная по отношению к мужчинам, И вдруг, уже связывает свою жизнь с легкомысленным поэтом, Да еще и Вознесенским, которого не так давно Угнал с прочей страны, К там, товарищ Пишет. Но вопреки всему и всем, Богуславская и Ростовская, При неразначенных практически полувека, Поэт взял верхних независимой Зои, И перед миром пристала новая женщина. Позор. Их действительно вряд ли что могло разлучить. Так чувствовал поэт, Когда твердо верил в Зоя Борисникова, И слишком крепко судьба связала воедина их жизнь. Не исчезай. Не исчезай. Не исчезай. Во мне ты, во век. Во мне ты, во век. Не исчезай. Не исчезай никакие ни до полчаса. Переверешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Ну, все горит. Ты моя свеча. Не исчезай. Не исчезай. Не исчезай. И жизнь моя. Не исчезай из греча. Или из ночи. Исчезла все. Только ты не из-за числа. Будешь все исключен. Не исчезай. Не исчезай. Не исчезай. В нас, во век. Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой в твоем. Мы летим. Мы летим. Мы летим. Мы летим. Истекнувшись от меня в ремонт. Мне в ремонт. Вы нашли на плече моем. Как огонь чуть развеченный. Твоя ладонь. Твоя ладонь. Не исчезай. Не исчезай. Из жизни моей. Из жизни моей. Не исчезай. Не устанчай. Или с горячей. Есть тысячи лад, И у каждой есть тысячи свеч. И, мол, мне нужна Не исчезай, у нас чистота, не исчезай, даже если подступит край, ведь все равно, даже если исчезну сон, я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай, не исчезай, не исчезай, не исчезай. И он даже был собеседником Сартра, Хайдеггера и Пикассо. Андрей Вознесенский, автор эссе и статей по вопросам литературы и искусства, много и платворно занимался переводами, активно участвовал в организации авторских вечеров молодых поэтов. Он также успешно выступал в качестве поэта-песенника. На стихе Вознесенского написано много популярных песен. Поэт является автором текста песни «Миллион Алл-Кросс», ставшей исполнением Аллы Пугачевой и барином самой популярной песней всего Советского Союза. Песня Оскара Фельдсмана в исполнении Евгения Орсина «Плачет девочка в автомате» известна с конца 1960-х, принесла номер дворовой музыкальной городской культуры. На самом деле, это песня стихотворения Вознесенского «Первый лед». В ней местами изменили слова. Плачет девушка в автомате, Удаль зябкая по лицам, Вся в слезах и в дубной помаде, Перепачканное лицо. Вся в слезах и в дубной помаде, Перепачканное лицо. Дурят худенькие ладошки, Пальцы в лед, а в ушах сережки, Ей сегодня идти одной, Вдоль по улице ледяной. Ей сегодня идти одной, Вдоль по улице ледяной. В середине 60-х начинается творческое сотрудничество поэта с театром Матаган. Тает пустая чернота зала, Маятник опивает секунды, Дышит время. На фурпурном фоне задника графически четко и выразительно проступают фигуры актеров. Соединяются антимиры. Это написаны лип Мадонны из кафандр человека в будущем. Начинается протокольный репортаж времени, стихов, жизни. Безумное министерство, Истерическую одержимость орган-ролла Комментирует грустный, но значительный голос диктата. Время. Остановись. Сдай отвратительный репортаж. Так начинается антимиры. Так начинается спектакль о торжестве поэзии, Торжестве человечности, Торжестве щедрого, красочного, яркого мира, Адинтимир пункта кашки. Адинтимир пункт самоубийства. Спектакль. Платируются герои. Эли ищет тебе герои, да? Слово всем. Мудреца, инфрукреалы. Марш на пыру. Ищет тебе газету, Урны и пирамиды и внутренние. Их работой и объективы. Их работой и объективы. Все пищевые, Адинтимир пункт и нас. Это убитие фортаж. Вам родовольный репортаж. Феврале 1970 года. Громкий скандал разгорелся вокруг спектакля Театра Антаганки. Берегите ваши лица. По стихам Андрея Вознесенского. Этот спектакль являлся нечто необычное. В нем не было же подруга. Он игрался в авиационном, Как открытая репетинция. Прямо по его ходу Любимов вмешивался под спектакля. Делал замечания актерам. Эта необычность весьма импонировала зрителя. Который ничего подобного До этого еще не видел. Здесь впервые на сцену с гитарой Вышел Владимир Кусоцкий. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спустя три дня ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да еще показали сразу два представления. Днем и вечером. На последнее Лично прибыл министр культура СПСР Веленький. Увиденное, И было его внеописуемые дни. Это же антисоветчина! Восковский театр драмы и комедии 7-го и 10-го февраля Показал подготовленный спектакль «Берегите ваши лица» Автор-вознесенский режиссер-любил Который имеет серьезные идейные просчеты. В спектакле отсутствует Классовый, конкретно исторический Подход к изображаемым явлениям. Многие черты буржуазного образа жизни Механически перенесены на Восковский театр Постановка пронизана Двусмысленностями и намеками С помощью которых проповедуются Чуждые социализму идеи И взгляды Запретить! Запретить! Еще одна причина Неконтролируемой реакции публики Взрыв восторга на песню Высоцкого Охота на волков На разборе спектакля в ЦК партии Требовали отказаться от Высоцкого Вообще Давайте снимем Высоцкого И тогда будет проще договориться Но я писал роль поэта Именно для Володи Причем это был единственный спектакль Где я, автор, разрешил исполнителю Петь собственные стихи Для меня и тогда, и теперь Он является единственным возможным Исполнителем роли поэта Только он умел так сочетать Иронию и серьезность Бытовую форму И высокий трофизм Спектакль «Берегите ваши лица» Из-за как плава тяганки В 1970-м году Вознесенский закончил поэму «Авось» Легший в основу популярной рок-оперы «Юнона и Авось» В исполнении театра Интелинского комсомола в Москве В 1981-м году На музыку Алексея Рыбникова В основе сюжета Популярная рок-опера Романтическая история любви Русского путешественника И дочь рекоменданта Син-Франциско 18-го века Поставил знаменитый Музыкальный спектакль «Милона и Авось» Режиссер Марк Захаров Андрей Васильский Написал замечательную поэму И назвал ее замечательно «Авось» «Авось» Слово какое-то бесшабашное Дурацкое Вроде несерьезное И оно вдруг стало Символом нашей силы Нашего вдохновения Когда мы с композитором Алексеем Рыбниковым Бросились к поэту Бросились еще Я вам честно скажу С одной мыслью Он получил Только что государственную премию И мы решили Что это вот После звезды Хакина Мальеты Нашего драматического Музыкального спектакля И это послужит нам Каким-то дополнительным Так сказать Допингом Стимулом Чтобы пройти Какие-то цензурные сложности Которые были тогда Бесконечно сложны Когда нас в спектакле Приняли Вопреки всему Вопреки логике Цензурного аппарата Это вообще было Невозможное дело Он все-таки Меня увлек Пиловский монастырь Мы поставили Свечки На приложение Какое-нибудь Казанское боговатие Знаете Почувствую Какое-то облегчение И на какое-то время Какие-то силы Я не хочу Все-таки Так сказать Как Вознесенский Я наверное Не имею права Так вот Обращаться туда Но так На уровне Ангела-хранителя Вот как-то так Мы коснутся В космысленной Историю Парага Слетевших Отсюда Я тебя И в тармане Я тебя И в тармане Вознесенский Вознесенский был Вице-президентом Русского пенсента Его усилиями создан Музей Бориса Пастернаков-Кеределкина Он был избран Академиком И почетным членом Десяти Академий мира В том числе Российская Академия Образования Американская Академия Искусства и Литературы Баварская Академия Искусств Парижская Академия Братьев Гонкон Европейская Академия Поэзии И других Вознесенский Автор архитектурной части Монумента Дружба на веке В честь 200-летия Присоединения Грузии К России На Тишинской площади В Москве Скульптурную часть Выполнил Сурап Церетель Андрей Андреевич Лауреат Государственной премии СССР Дважды Доставился Американских премий На Парижском фестивале Триумф 1996 года Вознесенского Назвали Самым великим Поэтом Современности Мы жили Жили трудно Жили счастливо Нас гнобили Нас любили Нас запрещали Нас читали Нас лишали родины Но мы жили И творили С надеждой Быть России полезной Ты меня не оставляй Ты меня не оставляй Все не слышишь Молос твой Слышишь эхо Ты меня не оставляй Ты всегда во мне Мой край Детство старенький Детство старенький Детство старенький Ты меня не оставляй Душу мне не расслабляй Детство старенький Край пронзительно Любимый Ты всегда меня поймёшь Гениальная Равнина В белых доме Шаг берёт Край пронзительно Любимый Ты всегда меня поймёшь Гениальная Равнина Белых клавишек берез. Ни расчету, ни умов, Не постичь тебя мой край. Душу не понять твою, Как ее от нее чиститай. Часть моя, а не дубна, Ты не ослабляй меня. За всякое, пускай, Только огни не оставляй. Край пронзительно любит, Ты всегда меня пойдет. Гениальная равнина, Белых клавишек берет. Край пронзительно любит, Ты всегда меня пойдет. Гениальная равнина, Белых клавишек берет. Все красивые слова, Без тебя равны на нем. Не осталось для тебя, Жизнь, я так тебя люблю. Я желаю тебе полно, Как сердце мне велико. Для тебя я люблю, Я люблю, я с тобой встречу. Край пронзительно любит, Ты всегда меня поймешь. Край пронзительно любит, Гениальная равнина, Белых клавишек берет. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво, Олег! Спасибо! Это было выступление творческого классного коллектива 10.1 Ребята, проходите в зрительный зал.